Проточный газовый водонагреватель, или как его называют в народе, газовая колонка. На передней панели расположен экран, отображающий температуру воды на выходе из нагревателя. Левая рукоятка регулирует количество газа. Правая рукоятка регулирует напор воды на выходе. Во время снятия передней панели не забываем о разъеме дисплея. Разделим внутреннюю начинку на три части. Электрическая часть, газовый узел и водяной узел. В основе электрической части находится электронный блок управления. Питается от двух батареек типа R20. Элементы подключены последовательно, выдавая напряжение 3 вольта. Из блока управления выходят три провода в утолщенной изоляции. Каждый оканчивается электродом, частично влитым в керамический корпус. Два электрода предназначены для поджига. Обычно размещены по краям. В центре размещается третий электрод, который играет роль датчика пламени. Также его называют электрод ионизации. Блок управления подает электрический сигнал на этот электрод. Сигнал замыкается через пламя на корпус. Таким образом блок управления видит наличие огня. Если пламя гаснет, электрическая цепь разрывается. Блок управления сообщит об ошибке. На корпусе газоотвода закреплен термовыключатель. Он выполняет роль датчика отсутствия тяги. При недостаточной проходимости дымохода, корпус газоотвода нагревается. Когда температура корпуса датчика составит 150 градусов по Цельсию, контакты датчика разомкнутся. Блок управления перекроет подачу газа. Последовательно с датчиком тяги в цепь включен еще один термовыключатель. Этот размыкается при нагреве воды в теплообменнике. Температура срабатывания 77 градусов по Цельсию. После остывания датчики снова замыкают цепь защиты. На водяном узле закреплен микропереключатель. Концевик. Блок управления учитывает информацию от защитных датчиков и концевика. Опираясь на полученные данные, управляет всего одним электроклапаном для подачи газа. Электроклапан представляет из себя катушку с двумя обмотками. Втягивающая и удерживающая. Вот почему к катушке идет три провода. При подаче напряжения катушка втягивает металлический стержень, пересиливая пружину. На конце стержня закреплен пластмастовый клапан с резиновым уплотнением, который перекрывает канал подачи газа. Еще один датчик установлен на выходе из теплообменника. Это терморезистор. Он меняет свое сопротивление в зависимости от температуры среды, в которой он находится. Этот датчик не участвует в управлении водонагревателем. Он служит только для индикации температуры воды на дисплее. Газовый узел выполнен в виде цельнолитого корпуса из алюминия. На входе установлена металлическая сеточка. После электроклапана газ проходит через ручной регулятор количества. Еще один газовый клапан, но это уже механический и управляется водяным блоком. В итоге газ попадает в газовую горелку. Водяной блок состоит из двух литых деталей из латуни, ну или хрупкого сплава, напоминающего латунь только цветом. Со стороны газового блока находится механический газовый клапан, пара прижимных пружин. С правой стороны прикручен вход теплообменника. Сверху прикручена газовая горелка. На входе в водяной блок также установлена сеточка. На корпусе имеются два регулировочных винта. Они настроены с завода, поэтому крутить их не нужно. К ним мы вернемся чуть позже. Ручной регулятор потока воды. Предохранительный клапан сбрасывает повышенное давление, чтобы избежать разрыва теплообменника или водяного узла. Пробка с отверстием, выкручивается отверткой под шлиц. Пружина. Запорный элемент с резиновой уплотняющей шайбой. Две половинки водяного узла разделены резиновой мембраной. В правой половинке корпуса на входе в мембранную камеру установлен регулятор давления. Он регулирует давление входящей воды. К слову, не у всех моделях он есть и говорят, что он даже не обязательный. Но я не проверял. Шайба для передачи момента от мембраны. Пружина. Запорный элемент регулятора. Основной выходной канал воды проходит через ручной регулятор. Параллельно основному каналу проходит еще один канал, обводной. Пропускная способность обводного канала регулируется одним из винтов. Этот канал предотвращает вероятность полного перекрытия потока воды ручным регулятором. После ручного регулятора поток воды перед выходом из водяного блока проходит через участок с зауженным сечением. В этом месте есть отводной канал, который регулируется вторым винтом. Этот канал ведет в левую часть водяного блока. Служит он для управления мембраной. В левой части водяного блока установлен подвижный шток. Пластмассовый грибок. Шток. Пружина. Неподвижно зафиксированная шайба. Резиновое кольцо. Стопор. Сальник. Рассмотрим работу автоматического регулятора давления. Как видим, поток воды проходит по краях регулятора, а также через центральный канал в заслонке. Чем выше давление воды на мембрану, тем больше смещается заслонка регулятора и тем самым уменьшается поток воды. То есть, чем выше поток воды на входе, тем он меньше после регулятора. Теперь рассмотрим, как происходит включение газовой горелки. Когда выход воды из газовой колонки перекрыт, вода равномерно заполняет водяной узел. Давление воды с правой стороны мембраны выравнивается с давлением воды по левую сторону мембраны. Когда открывается кран горячей воды, поток проходит через этот узкий канал. В этом канале вода ускоряется и образует зону пониженного давления. Вода из левой части водяного блока, которая находилась под давлением, начинает стремиться в область низкого давления. Таким образом, разница давлений между левой и правой частью водяного блока выгибает мембрану в сторону низкого давления. При этом происходит смещение штока. Преодолевая усилие двух пружин, открывается газовый клапан. Срабатывает концевой переключатель. Центральный провод размыкается с нижним и замыкает электрическую цепь с верхним проводом концевика. Блок управления дает команду электроклапану открыться и запускает генерацию искры на электродах розжига. После появления пламени генерация искры прекращается. Когда кран горячей воды перекрывается, давление по обе стороны мембраны снова выравнивается. Пружины газового клапана возвращают шток в исходное положение. Поскольку газовый клапан перекрывает подачу газа, пламя гаснет. Канцевик сообщает блоку управления, что горячая вода больше не нужна. Блок управления, в свою очередь, отключает электроклапан. На этом все. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok